здравствуйте дорогие зрители мне тут дали почитать некое выступление одного товарища я его почитал пишет здорово сейчас вам перескажу о чем речь идет зовут его андрей андрей андреевич мовчан вот это первый пост за последние недели не для передачи зомбированным и неопределившимся он для тех кто определился но еще находится в россии вот это вот такой вот пост дальше он пишет что вот надо гнать отсюда бежать вот вот все иначе тут будет все совсем плохо каждый должен будет публично стать под лицом или жертвой вот одно из двух а запад запад построить забор убедиться что за забором аборигены не могут делать достаточно хорошего оружия чтобы напасть на тех кто с другой стороны и будут тихо ждать пока внутри забора все само перегниет вот такая вот страшная картина через пару лет внутрь забора перестанут поступать значимые средства от продажи нефти падение уже 30 процентов концу года 50 через два года по моим а через а концу года через год 50 а через два года по моим предположением 75 процентов вот через пять-семь лет вообще совсем все будет плохо вот ну иначе то сказать а чё ж будет чё ж будет за страна это же не ссср в ссср был значит соцлагерь ссср был потенциал завода построены рабами при сталине да и там была идеология а тут значит без идеологии в которую верили люди буквально до восьмидесятых годов вот эту фразу запомните буквально верили до восьмидесятых годов и что он тут останется разве что у к в приемники будут с помехами брать что-то кроме патриотического угара ну думаю ну вообще дядька пишет смачно вот именно сейчас так надо писать потому что именно это хотят читать люди эти катастрофа грядущая катастрофа но у меня то что какие катастрофы метеорит падет астероид упадет земля провалится супер вулкан взорвется а это то вот каждого касается это это не надо тут искать людей которые влюблены так сказать в науки хотят науки испугаться тут вот оно ковыряние мы все гнием за забором из-за забора на нас смотрят так иногда ждут сгнили не сгнили перегной не перегной этот забор может быть в нем будет внутри забора может быть рига например будет говорит он вот там будет там по моему какие-то города типа ташкент он говорил ну вот там не будет точно варшава и прага они там не будут за этим забором а этот вот за этим забором гнея гния и все вот ну правда тут насчет идеологии он не прав вот он горит буквально до восьмидесятых годов я вот в 68 году начал свою трудовую деятельность, извините меня, тогда ещё был школьником, работал на предприятии, где плели сети, сети плёл. Вот, и надо сказать, что я с народом простым общался, ну, с рабочим классом. И рабочий класс, в общем-то говоря, совсем никакой идеологии у него не было. Он себя противопоставлял коммунистам, в принципе, которые его обирали. Для него кто такой коммунист? Который убирает, который говорит, давай-давай, только работай, работай, и мало платят. Вот это вот его начальство коммунистическое. Вот он так относился. Сугубо классовый подход. Оно то же самое было и позже, не только когда сети плёл, когда какие-то железяки сверлил, ещё что-то делал, бетон мешал, всё так же было. Всё абсолютно такое же было отношение. Насчёт УКВ товарищ, конечно, тоже ошибся. Он никогда не ловил голоса в то время. Видите, какой был идейный? Голоса не слушал. Это подозрительно. Не наш он человек был, а голоса ловили не на УКВ. На УКВ вообще ничего поймать такого нельзя было, заграничного. Вы же понимаете, что УКВ распространяется на короткое расстояние. Это тем более подозрительно, ведь человек закончил, как оказалось, механико-математический факультет. Механик-математический. Я понимаю, что он не физик, что он математик, но что УКВ-то это в пределах видимости приём идёт. Вот высокая башня, с высокой башней всё видно, вот в этом диапазоне и работает. Это на диапазоне коротких волн. Ну, ладно, печатался, чё там. Чё там. И вот, значит, стал я думать, чё же он такой, вот он, значит, гениальный человек, он сейчас соберёт аудиторию, соберёт паству и будет ей вещать. Вот придите ко мне, да, и на его канал будут эти люди. А сколько я видывал в этот момент. И вот узнаю, я, например, кто такой Мовчан Андрей Андреевич. 68-го года рождения. В 92-м году, когда уже всё, вы понимаете, тут уже советская власть давно уже закончилась, начались уже постсоветские времена, начались, он закончил механико-математический факультет МГУ, ну, и пошёл, значит, в бизнес там, всякие альфа-групп, там ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, всё тут развивается, развивается, финансирует, финансирует. И тут наступает 2015-й год. И прям так и хочется сказать это вот словами из фильма «Клан Сопрано» «И тут они меня снова втянули». Да, и тут он, значит, в 2015-м году оказывается на хорошей должности в московском центре Карнеги. Ёшкин. А знаете, что это за хитрое место такое? Центр Карнеги, филиал того самого центра Карнеги, который в Америке. Как вы думаете, он является иностранным агентом? Не является. Он не иностранный агент. Центр Карнеги не является иностранным агентом. А знаете, кто руководит центром Карнеги? Человек, да, учёный, кандидат наук. Зовет его Тренин Дмитрий Витальевич. Он, в общем-то говоря, практически мой ровесник, он 55-го года рождения. 73-го года он на службе в армии, служил в армии, да, трудовому народу, тогдашнему. Он служил в армии, значит, ну, как сказать, военный дипломат, это называется, да, по связям, по внешним связям в группе Советских войск в Германии он был. Он был на переговорах по ракетным и космическим вооружениям, представлял. Он работал в Институте США и Канады. Ну, в общем, вы понимаете, кто он такой. Сейчас он, конечно, уже в запасе. Называется его положение сейчас в действующем резерве, кто не знает, да, ну, понятное дело, да. И вот, знаете, центр Карлинга работает прекрасно под руководством замечательного человека. Я в восторге, на самом деле. И дальше, дальше уже теперь в совсем дорогом плане вижу я вот эту историю, как он тут пишет. Смотрите, какие у него первые слова, замечательные. Вот. Это важная инициатива. С каждым днем таких становится больше. Я буду по мере нахождения сообщать о них здесь. Скоро на радаре появятся целевые ресурсы для разных профессий, для ученых, для студентов и прочее. Ну, вот представьте, какая система. Гениальная совершенно система. Инфильтрация огромного количества агентуры за рубеж. Причем, ну, нет, нет, это не инфильтрация, едет не агентура. Едут, значит, кряклы, кряклы за рубеж, которые не хотят тут вливаться, зомбироваться, которые не хотят становиться подлецами или жертвами, да, вот они не хотят вешать плакатики с ботоксным старцем, да, где-нибудь в классе вывешивать, да, учить стишки, учить детей, учить стишки, да, вот правильно такие, вот это вот, они не хотят этого ничего делать, вот они и поедут за кордон, ну, побудут, побудут, ну, кто-то там вообще станет миллионером, я читал, читал, приехал иммигрант в рваных ботинках с коробкой табака и понимаешь, потом стал миллиардером, богатейшим человеком, это я, да, был такой, богатейший человек, даже женился на вдове американского президента Аристотель Анасис, это вот так он в Аргентину приехал с коробкой табака греческого и делался миллиардером, богатейший человек, вот, вот какие дела бывают, да, ну, кто-то таким же будет, но большинство будут испытывать определенные трудности, и тут к ним приходит человек и говорит, мы вам поможем, но и вы нам помогите, понимаете, новая агентура, а ее туда не инфильтруют, это гениальное совершенно изобретение, ее там вербуют, из тех людей, которые, в общем-то, уже не могут отказаться от этого дела, то есть, им сделают предложение, от которого они не смогут отказаться, гениально совершенно, ну, ну, что они будут там дальше делать, там, красть софт, внедрять там какие-нибудь эти вот, как это называется-то, закладки в тамошний софт, ну, просто, в конце концов, перед, перед, он сказал, она передала, да, вот такие какие-то вещи делать, да, ну, и не знаю, что там, что еще делает агентура, да, может, просто придет в нужное место, по нужным образом одет, и побудет там все, ты выполнил свою работу, показался там, да, сделал свое дело, есть такие задания, да, нормально, о, какая гениальная совершенно конструкция, я просто обалдел, как здорово, да, обалдел, да, ну, вот этот самый Андрей Андреевич, он, значит, до 92-го года, он там считал интегралы, решал дифференциальное уравнение частных производных МИХМАТ, МГУ, и брал я интегралы от нуля до Пи, стишок такой был, у моего одногруппника, Саши Сучкова, Саша Тво Небесный, умер в этом году, вот так вот, ну вот, я не крякал, я тут, не крякал, креативный класс, крякал, мне нравится это название, крякал, я тут сижу тихонечко, всем порчу только настроение, да, и вот тут, видишь такое, и так, бац, камон, ребят, как говорит, камон, да, и вот так вот это вот, так это так и работает, да, правда, и тут они меня снова втянули, да, ну что, граждане товарищи, я нуждаюсь в вашей поддержке, я не мовчан, за моей спиной не стоят люди, в этом самом, как это, в действующем резерве, я нуждаюсь в вашей поддержке, на ваши деньги я живу, у меня есть номер Сбербанкской карточки, есть номер счета Сбербанка, вот говорят, что из-за кордона пока еще на счет можно переводить, на карточку, я не знаю, внутри страны запросто, да, запросто, ну, а те, кто из-за кордона, могут после нескольких попыток перевести на Донэйшен Алерс, говорят, все проходит, да, проходит, точно, вот один мой спонсор в Калифорнии, тоже из наших, из уехавших туда, возвращаться не хочет, он там состоялся, устроился, вот так все нормально у него там будет идти, протекать, вот, дай Бог ему здоровья, ну вот, товарищи кряклы, как вас на прогулку поведут вокруг пальцев, молодец, Мовчан Андрей Андреевич, молодец, ценю, ценю, вот искусство есть искусство, да, вот знаете настоящий карманник, как работает, он в кармане умудряется из кошелька выбросить билеты, документы, немножко денег, чтобы вы, ну, как человек без денег, без документов, куда он пойдет, а так он, ну, ладно, доберусь до дома, понятно, это мастера, настоящие мастера, это приятно, приятно с такими мне дел, вот, даже если он тебе в кармане покопался, мастер Андрей Андреевич Мовчан, мастер, ну, ладно, деньги главу мне присылайте, я не мастер, я попрошайничаю, честно, я вас не обманываю, чего там делать, да, это, вы знаете, как и есть эти вот эти, боржовка на доверии, да, или как там еще, а я вот просто вас прошу помочь, по-хорошему, помогите мне, зомбирую вас, да, ну, где-то мне надо кнопочку нажать, что записи закончены, нажал, ну, пока, всех благ.